Прослушайте условия задачи. Выполняйте исходный чертеж. Тонкий однородный прямолинейный стержень АВ длиной L и массой M прикреплен шарнирно к вертикальному валу. Вал вращается вокруг неподвижной оси, постоянной угловой скоростью омига. При этом стержень описывает коническую поверхность, ось которой направлена вдоль вала. Поверхность показана здесь пунктиром на чертеже. Определить угол отклонения стержня от вертикали альфа и реакцию шарнира А. Систему координат АХУ жестко свяжем с валом. Нанесем внешние силы. Сила тяжести П приложена в центре масс стержня С, то есть посередине его. Центр масс С. И сила тяжести направлена вертикально вниз П. Реакцию шарнира А представим составляющими ХА, УА. И века и ХА. Воспользуемся методом кинотостатики. Присоединим к силам П, Х, Т, У, К силы инерции стержня. Так как стержень вращается вместе с валом равномерно, то точки его имеют только нормальные ускорения, направленные к оси вращения. Следовательно, силы инерции точек имеют только нормальные центробежные составляющие, направленные от оси вращения перпендикулярно к ней. Возьмем элемент стержня длиной ДЛ. Элемент стержня длиной ДЛ, отстоящий от оси вращения на расстоянии Эльмалэ. Вот это расстояние. Это далее, что у нас будет переменная величина. Эльмалэ. Нанесем вектор центробежной силы инерции элемента Дэши. Эльмалэ. Элементарная центробежная сила инерции Дэши. Модуль ее равен Дэфи произведению массы элемента Дэээм. Омега квадрат на расстояние элемента от оси. А это расстояние, очевидно, равно Эль на синус альфа. Эль на синус альфа. Масса элемента Дээээм равна массе единицы длины, то есть массе всего стержня, деленной на длину стержня, и на Дэээээль. На длину элемента. Тогда Дэээфи будет равно М деленное на L, масса единицы длины, омега квадрат, на синус альфа и на DL, на L и на DL, на L и на DL. Модуль элементарной центробежной силы инерции. Силы P, X, Y действуют на стержне, и силы инерции его элементов лежат в одной плоскости, X, Y. Составим поэтому три уравнения кинетостатики, два уравнения проекций и уравнений моментов относительно точки А. Входящие в эти уравнения суммы проекций силы инерции и их моментов вычислим путем интегрирования. Значит, пишем уравнение проекции на оси X, X, A, минус интеграл в пределах от нуля до L, а под интегралом D, FI. Вексор D, FI параллели на оси X. Все это равно нулю. Первое уравнение. Уравнение проекции на ось Y, Y, A, минус P, равно нулю. Второе уравнение. В это уравнение, естественно, силы инерции не вошли. Отсюда и мы находим вертикальную составляющую реакции Y, она будет равна силе тяжести, или Mg. Далее, третье уравнение моментов активных сил, реакций связей и сил инерции относительно точки А. Сумма моментов относительно точки А всех сил будет равно момент силы тяжести. П, вот плечо, оно равно L пополам на синус альфа, знак поворот против хода часовой стрелки, знак плюс. Значит, P, модуль силы, на плечо, L большое пополам на синус альфа. Дальше, моменты элементарных сил инерции имеют знак минус. Поворот по ходу часовой стрелки, поэтому знак минус. И далее интеграл опять от нуля до L большое, D-фи, модуль силы инерции, на плечо. А плечо равно, вот плечо, плечо равно L на косинус альфа. L на косинус альфа. И все это равно нулю. Третье уравнение. Поставили три уравнения кинетостатики. Два уравнения проекции на оси Х и У. И одно уравнение моментов относительно точки А. Из третьего уравнения имеем 1 вторая МЖ на L на синус альфа равна, я постоянно вынесу за знак интеграла, М, деленное на L, большое, омега квадрат, синус альфа, косинус альфа. Интеграл в пределах от нуля до L по всей длине стержня. Под интегралом получилось L квадрат на DL. Интегрируем, получим повторяю, 1 вторая МЖ на L на синус альфа. Все равно М, деленное на L, омега квадрат, синус альфа, косинус альфа. Интегрируем, получим L куб на 3, умноженное на L, большое в кубе, зеленое на 3. М сократится, L сократится, здесь L сократится, L останется в первой степени, и синус сократится. синус альфа. Отсюда находим косинус альфа. Косинус угла отклонения стержня, притекали. Он будет равен здесь, 3 сюда переходят, 3 вторых. Ж здесь у нас останется, отсюда, омега квадрат, умноженное на L. омега квадрат, умноженное на L, большое. угол альфа в радианах равен арк косинус 3 вторых, G, омега квадрат на L. Далее, из первого уравнения находим XA, горизонтальную составляющую XA, модуль ее, будет равен M на L, Омега квадрат, омега квадрат синус альфа, выносим опять-таки постоянный из-за знак интеграла, интеграл от нуля до L под интегралом L на DL. Тут интеграл, если видно, равен L большой квадрат пополам. мы получим M деленное на L большое, омега квадрат, синус альфа, L большое в квадрате пополам. L сократится, и окончательно получим XA, величина горизонтальной составляющей равна M омега квадрат пополам на L на синус альфа. Эта составляющая зависит от движения стержня.